МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. 1 июня в Самарском областном художественном музее в рамках праздничных мероприятий к одни защиты детей открылась выставка «Город Рос. Возрождение». На показе были представлены работы, созданные юными донецкими художниками 10 школ искусств. Лейтмотивом выставки стала визуализация «Мирная жизнь города. Миллионы роз. Донецка». Подробнее о проекте я беседую с моими гостями в студии. Алла Шахматова, председатель Комитета по культуре Общественной палаты городского округа Самара, директор Самарского областного художественного музея и Любовь Шумилкина, заведующая отделением школы искусств номер 6 города Донецка. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну что же, начнем нашу беседу. О проекте, конечно, мы сегодня с вами поговорим. Но прежде, Алла Леонидовна, у меня к вам вопрос первый. Давайте поговорим об истории создания проекта, конечно. Расскажите вот о нем и как собиралась выставка, кто изначально был ее инициатором. Вы знаете, это уже такая долгая и добрая история. Для того, чтобы начать ее, нам надо переместиться в 18-й год. И мы попадаем в Ульяновск. Там проходила конференция, была такая пластовская осень. Я приехала туда в качестве спикера. И на этой пластовской осени я увидела очень красивую женщину. И как-то, когда приезжают новые, встречаются новые деятели культуры, лица, да, ну, хочется быть в приятной компании. И вот так получилось, что мы сели за один стол, и я сказала, меня зовут Алла, я из Самарского художественного музея. А Любовь Васильевна сказала, что она Любовь. Я думаю, какое замечательное имя. Она говорит, а я из города Донецка. И вот тогда, в 18-м году, мы, собственно, двое суток прожили, не расставаясь. И Любовь Васильевна рассказывала о своих детях, потому что она педагог школы искусства номер 6. Рассказывала, что они лауреаты международных конкурсов. Какие они талантливые. Но они никогда не покидали свой любимый родной край в связи с тем, что там происходит. И она так, с такой любовью говорила о каждом своем ребенке, что когда вот я рассталась, уехала из Ульяновска, меня просто Любовь Васильевна, ее образы, это вообще жизнь, эта история, она не то, что мне показалось, что если завтра что-то не случится, то, наверное, моя жизнь вообще просто бездарная и ни к чему. Потому что когда есть дети, а у меня тоже два сына, тогда семья была, к сожалению, сейчас уже нет супруга. Но вот для меня всегда казалось, что дети должны быть счастливы, а иначе как же может быть по-другому. А тем более, если дети очень талантливые. И вот как-то странно я превратилась, может быть, даже сказать, в некую зомби. Я вот ходила и всем рассказывала, что нам необходимо, просто нужно, чтобы приехали дети из Донецка. И откликнулась, ну, мне кажется, всех, кому я говорила, кто-то помог перевезти детей, кто-то поселить. Интереснейшая была организована программа. То есть поддержали вашу идею, да? Да. И вот, собственно говоря, я сразу вспоминаю, это уже был 19-й год, вспоминаю этот поздний вечер, когда приехали детки, они были как-то слегка даже напуганные. Первый вопрос был, у вас еще не начался комендантский час? И то есть вот за то время, пока они пребывали в Самаре, они настолько поняли, что здесь совсем другая жизнь, здесь такое мирное небо, здесь очень добрые люди. И вот, собственно говоря, с того 19-го года началась эта добрая история отношения шестой школы искусств, Любовь Васильевна с Самарой. Дальше, наверное, Любовь Васильевна. Да, Любовь Васильевна, я, конечно же, хочу спросить вас, помните ли вы вот эту встречу, которая, конечно, безусловно, стала судьбоносной и для вас, и для детей, которые приезжают в наш замечательный город? Вот как вы поверили, во-первых, откликнулись на эту историю, ну и, конечно, прониклись, безусловно? Ну, конечно, вот Алла Леонидовна тогда еще в Ульяновске как будто бы подала лучик надежды, знаете, на новую встречу, на новый мир какой-то. И как бы мы жили, продолжали жить, но теплилась надежда, но мы были не уверены, что мы встретимся. И вот когда весной Алла Леонидовна позвонила и говорит, ну что вы еще, готовы ехать в Самару? Я говорю, ребята, едем в Самару? То, конечно, все очень обрадовались. И вот мы приехали в Самару ночью, в три часа ночи. Алла Леонидовна нас встречала на перроне. Все были дети тронуты, как директор музея встречает нас в три часа ночи. Но мы тогда привезли с детьми выставку работ «Война глазами детей Донбасса». И сотрудники музея в течение ночи ее оформили. И на следующий день, в час дня, уже состоялось открытие этой выставки. Ну, за что вот лично я ценю вас. Вы очень неравнодушный человек, а это в наше время большая редкость. Поэтому вот отдельное спасибо вам, конечно, за организацию таких поездок. Но давайте мы расскажем о работах, да, принимающих участие в выставке. Сколько их всего, какие они? Ну, все-таки я позволю себе сказать, что та выставка, которая состоялась в 2019 году, она носила название «Война глазами детей Донбасса». И вот прошло пять лет, и в той выставке принимали участие только ученики школы искусств номер шесть. Сейчас вот наше отношение, дружба с Донецком приобрела совершенно новый масштаб. И вот сейчас в этой выставке участвуют все школы искусств города Донецк. Все абсолютно. И работы, которые мы показываем на выставке, конечно, было очень тяжело отбирать. Я представляю, Любовь Васильевна, насколько это было сложно, потому что все не могли приехать в наш город. И 78 работ у нас сейчас здесь, в гостях, на Самарской земле. И выставка – это город Рос, Возрождение. То есть детки видят свой город, и они пишут с такой любовью. В этих работах столько солнца. Вот хочу сказать, что эту выставку поддерживает общественный палат, Палат очень поддерживает городского округа Самара, за что я благодарю лично Габилу Рободановича Хасаева. И когда мы смотрели работы, они пришли в листах, даже вот наш председатель, очень серьезный человек, у него были слезы на глазах. Ну, конечно. Очень трогательная история. Настолько теплые, настолько искренние. Вы знаете, наши детки тоже пишут замечательную природу, солнце. Но в этих работах заложена еще и какая-то невероятная надежда, вера. Они проектируют будущее. А мы вместе с ними стараемся, чтобы оно как можно больше, глядя на эти работы, пришло. И хочу вспомнить еще и 19-й год, который для меня был очень важный. И когда дети уезжали после выставки, мне сказали, нас так принимали, мы очень хотим писать Самару и хотим написать людей, которые нас встречали. А вы приедете к нам на выставку? И у меня тогда не было другого выбора, как сказать да. И поэтому у меня такие личные отношения, сердечные с самим городом, городом, в котором действительно уже может быть не так много рос, но несмотря на все, их сажают, верят и ждут. И столько любви, сколько я получила за тот приезд в Донецк от родителей, от детей, мне кажется, я никогда не получала. И надеюсь, что еще когда-нибудь получу. Но это же какой-то такой порог возможного. Ну мы, конечно, не могли обойти страну, я имею в виду съемочная группа, программа события. Это событие, у нас есть видеосюжет с выставки, и давайте его посмотрим все вместе. Они верят в мир и, как и все маленькие жители нашей страны, надеются на чудо. Работы, представленные на выставке «Город Росвозрождение», пропитаны искренней любовью к родному городу. Рисунки, созданные учащимися десяти школ искусств Донецка, на самарской земле уже не впервые. Ровно пять лет назад юные художники впервые посетили Самару, чтобы принять участие в выставке и увидеть наш город. Ее привезли учащиеся школы искусств номер 6 во главе с руководителем Шуминкила Любовь Васильевна. И впервые детки выехали из своего города и оказались как раз в первую очередь в этом зале, потому что здесь открывалась выставка «Война глазами детей Донбасса». Уехав из нашего города, они создали выставку, выставку замечательную «Самара глазами детей Донбасса». Дети – это, наверное, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Мы сами когда-то были детьми и мечтали, у нас было много каких-то пожеланий. И вот то, что ребята сегодня на этой выставке, мне как раз кажется, выразили всю свою мечту, все свои пожелания, которые очень искренне и очень доверчивые. На выставке «Город Росвозрождение» представлены работы с изображением городских панорам Донецка. Здесь и местные жители, и тихие парки, и прогулочные улочки, и живые цветы. Жизнь бьет ключом. Шли уроки, тогда у нас не дистанционно, а очно были, то прилетали снаряды, и я вздрагиваю, а дети мне говорят, не бойтесь, Люба Васильевна, это мимо пора лететь, сидят рисуют. Работы их светлые, то есть в них это тепло, к миру и надежда на лучшие времена. Поддержке жителей Донбасса особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Наш регион одним из первых начал сбор гуманитарной помощи, которая активно продолжается. Лейтмотивом выставки «Город Росвозрождение» стала интеграция жителей Донецка в единое культурно-образовательное и просветительское пространство страны в целом и Самарского региона в частности. В 2023 году партнерами проекта стала Городская общественная палата. Инициативу поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Зная историю отношений в Самаре с Донецком и эту великолепную выставку новую, которую поддержал наш художественный музей, общественная палата не могла пройти мимо этого факта. В дальнейшем этот проект планируют показать и в других городах. Посмотреть на город Росвоз можно до 12 июня. Расскажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, Любовь Васильевна, вот в чем специфика этой выставки, вот этого года именно? Когда мы уезжали из Самары еще в 2019 году, то как бы для себя решили, что нельзя жить просто, знаете, ожидая какого-то чуда. Нужно жить с душой и вкладывать это в детей. И поэтому вот наша школа побывала здесь, почувствовала этот поток любви, тепла и гостеприимства. И как-то захотелось еще подключить детей всех школ искусств. И мы в Донецке создали фестиваль. Фестиваль «Возьмемся за руки друзья». На площадке творчества объединили все школы искусств города Донецка. Конечно, нас поддержали администрация города Донецка и управление культурой города Донецка. И вот с 2019 года в Донецке проходит этот фестиваль. И как бы этот год, несмотря ни на что, был тоже фестивальным. И интересная тема фестиваля – это этот город, самый лучший город на земле. Это речь идет о нашем городе, о Донецке. И, конечно, дети рассказывают в своих работах свои радости, свои грезы какие-то, свои переживания. И мечта, мечта на будущее. Мечта, что наш город выстоит, что он окрепнет, что станет таким же, как был раньше. А когда-то город Донецк в 70-х годах ЮНЕСКО признала самым зеленым городом всего мира, промышленным городом. Потрясающе. Интересный факт. Потом с развалом Союза, конечно, это было все утрачено, но в 2009 году как бы это все возродилось. И на данный момент даже к городу приезжают люди к нам и дарят кусты роз, потому что знают, что это город роз. И поэтому выставка так названа, да, не случайно? Все связано? Ну, Алла Леонидовна как бы смотрит будущее больше, чем мы, и она придумала название этой выставки. Давайте, знаете, о чем поговорим? Вот какие мероприятия проходят в рамках проекта? Это же ведь тоже очень большая организация. Что детки увидят? Куда они пойдут? Где они побывают? Алла Леонидовна, расскажите. Я сейчас опять же расскажу о очень важном, то, что произошло за эти пять лет. Пять лет назад приехала группа учащихся. И вот вчера на открытии выставки мы получали в подарок, все получали вот таких замечательных голубочков. А раздавали нам две девочки, очень красивые девочки, которые когда-то, пять лет назад, приехали впервые в Самару. А сейчас они здесь остались и учатся. Одна Кристина Дергун, прекрасное создание, учится в Институте культуры. Соня Почтовик, замечательный ученик училища художественного Петрова Водкина. И это очень важно. Вот то, что мы сейчас говорим, образовательная программа, которая будет включена вот в эту историю, это же все то для того, чтобы дети могли у нас учиться, продолжать движение такое. И в рамках этого проекта организованы встречи с педагогами. У нас встречи будут с учащимися. К нам приезжают гости 11 числа из Луганска, детки. И они смогут увидеть, как творят. Но там детки будут не только художественных. Да, школ. Да, школ. Но там будут и просто гости совершенно разные. Их будет 50 человек. И они придут к нам посмотреть, как видят город детки Донецка. А я, знаете, сейчас о чем подумала? Вот если бы вы в Ульяновске тогда не подошли бы к Любови Васильевне, да? Ведь кто знает, может быть, эти девочки не учились бы сейчас в нашем замечательном городе, в училище художественном и в институте культуры. И ведь сколько еще детей, которые вот сейчас увидят и пройдут вот различные мастер-классы, конкурсы и встречи. Ведь это может быть, ну, действительно изменит судьбу многих детей. Да, это так и есть. Судьбы меняются на наших глазах, поэтому я и говорила о тех девчонках, которые уже учатся здесь. Но мне абсолютно кажется, что это Божий промысел. Вы знаете, когда уже дети приехали сюда, и у нас в Подгорах замечательный монастырь. Был такой архиепископ Шестун, Георгий Шестун. И вот он на той стороне Великой Русской реки познакомился с Любовью Васильевной. Они сели друг напротив друга, проговорили четыре часа. И что произошло, я не знаю, но Любовь Васильевна, она очень выцеркленный человек. И за ней вот, действительно, в Донецке идут за ней. Потому что храмы там полные. Люди верятся, люди верят, люди молятся. И не случайно даже в следующий приезд этот Георгий был уже тяжело болен, но он вышел к Любови Васильевне и благословил ее расписывать в Подгорах храм. И сейчас с игуменей Ниной, с матушкой, уже в прошлом году Любовь Васильевна работала и делала фрески здесь. Это, конечно, удивительно. Мне кажется, это какое-то волшебство, которое проходит перед нашими... Рядом, совсем рядом с нами. Есть такая замечательная картина в нашем музее, Ярошенко. На ней изображены слепцы. Идут слепцы за мальчиком-водырем, который единственное обладает зрением. А вокруг очень красивый мир, такие просторы. И я вот когда подхожу к этой работе, иногда думаю, что мы очень похожи на этих слепцов. Нас окружает такая красота, а мы идем, закрыв глаза и не видим ее. Бежим, бежим, бежим. Да, и, наверное, может быть, эта встреча, судьбоносная встреча для меня, это возможность открыть глаза и увидеть очень красивого человека, который просто представлял очень замечательных людей. Ну, так вот мы вот живем и не понимаем, насколько важны каждая встреча, каждый взгляд, каждое слово, как оно может быть трактовано дальше. Поэтому, конечно, нужно следить за собой. Наши поступки, они то, о чем будут говорить в будущем. И философские даже советы сегодня получили наши телезрители от Аллы Шахматовой. Любовь Васильевна, а что говорят дети? Какие у них уже впечатления? Ну, и, конечно, от мероприятия, от выставки. Ведь шутка ли дела, да? Когда ребенок на выставке и его картина, и смотрят люди. Это же, видите, мне кажется, такое важное событие для маленького человека. Да, вот я еще вернусь к нашему фестивалю. У нас начинался, был особенный фестиваль у нас, потому что он проходит, начиная с сентября-ноября месяца, и оканчивается 1 июня ко Дню защиты детей. И у нас в Донецке есть такой художественный музей, Art Donbass, где встречались уже все на площадке творчества, все школы искусств, и преподаватели школ одновременно давали мастер-классы. И туда можно было попасть и жителям, детям Донецка, и проходили квесты, проходили флешмобы. Было очень интересно, 5 дней это мероприятие шло, а в этом году, к сожалению, мы не можем предоставить нашим детям такую площадку. И вот, слава Богу, есть Самара, есть художественный музей самарский, есть Алла Шахматова, которая предоставила такую площадку, и дети просто счастливы. Сейчас они вот вчера в ожидании ждали, когда же появятся эти первые картинки их работ. Ну, конечно, сегодня уже эфир в Донецке переполнен информацией, что происходит в Самаре, и открытие выставки, и их работы, и счастливые лица от этого. Можете тоже рассказать о впечатлениях детей? Вот вы, своим профессиональным взглядом раз, женским два, вот что вы для себя отметили? И вообще, насколько важно вот именно затрагивать тему детства? Вчера мы все вместе отмечали День защиты детей. Еще раз скажу, что чужих детей не бывает. Если где-то деткам тяжело, мы должны все, что от нас зависит, сделать, чтобы их мир был краше. И выставка чудесная. К сожалению, ребят мы в этот раз не смогли привезти, но они обязательно приедут в сентябре. Причем приедут в сентябре 47 детей. Участники этой выставки и победители фестиваля. Возьмемся за руки, друзья. Теперь Самара им протягивает руку и приглашает в гости. Ну, а я думаю, что в рамках нашего эфира мы встретимся обязательно в сентябре, и уже лично, возможно, и узнаем об их впечатлениях. Ну, а как самарский зритель смотрел картины? Что говорили? Что говорили? Уходили со слезами на глазах. И говорили о том, что скорее бы настал мир. У нас замечательный музей. Он расположен на двух берегах Великой Русской реки. На левом береге находится наша основная коллекция. А на правом берегу есть такое Ширяево место, где когда-то остановился Илья Ефимович Репин. И вот наши гости еще с 2019 года посещают это место и видят своими талантливыми глазами те же места, которые воспел великий русский художник, создав главную работу «Бурлаки на Волге». И я жду новых гостей, жду новые эмоции от этой необыкновенно красивой нашей замечательной русской земли. Благодаря вот приезду детей я сама понимаю, в какой красоте мы живем. И как важно доносить ее до всех. Потому что у нас недавно была в Владивостоке, выставка была «Олифим, Черепин». И все говорили о том, Господи, Самара, вы такая роскошная, вы такая богатая. И не только своими просторами, но и щедрыми людьми. Обсуждали какие-то, может быть, новые совместные проекты. Я уверена, что наверняка уже что-то есть. А если есть возможность поделиться, расскажите. Мне кажется, мы постоянно обсуждаем с Любовью Васильевной. Самое главное, что нам нужно жить сегодняшним днем. Мы, конечно, проецируем все завтрашний. Но надо постоянно быть на связи. И если мы не можем встречаться так часто, мы поддерживаем виртуальными выставками, что тоже очень важно. Конечно. Сейчас каждый из участников этого проекта получит грамоту от общественной палаты. Представляете, как это здорово. Вот вы живете, юное создание в Донецке, видите свою работу в художественном музее, в одном из лучших провинциальных музеев, если не лучшем. И там рядом с работами того же Репина, Маковского, Поленного, Шишкина, Серова находится ваша работа. И у вас еще есть диплом участника. Мне кажется, что вот такие моменты, они очень сильно мотивируют, продвигают и дают желание дальше творить и созидать. Только хорошее. Ну что же, наше время подходит к концу. Я хочу предоставить обязательно вам заключительное слово. Стоит ли прийти? Конечно, да. Почему? Пригласите, пожалуйста, всех на выставку. Да, Любовь Васильевна Павловна? Дорогие друзья, мир, в котором мы живем, начинается с детства. И каким он будет для человека, зависит от нас с вами. Радостным или грустным, светлым или мрачным. Все в наших руках. Посмотрите на детские работы, которые находятся в особых условиях сейчас в мире. И вы увидите, что мир все-таки прекрасен для всех, для нас. Приходите в гости. Спасибо большое. Алла Леонидовна. Я со своей стороны скажу, что обязательно приходите в гости. Наш гостеприимный музей всегда открыт для вас, дорогие друзья. Мы всегда готовы делиться самым дорогим, что у нас есть. А на сегодняшний день эта выставка «Город Рос. Возрождения». Спасибо вам большое, уважаемые гости, за очень интересную беседу. И спасибо, конечно, всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова